Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Мы с Мирончиком начинаем утро с зарядки, возобновляем нашу традицию, хорошо, прекрасно себя чувствую после зарядки, поэтому сразу после пробуждения делаю комплекс на 15 минут и отличное настроение, заряд бодрости и энергии нам обеспечен. Занимаюсь я по каналу Ивана Красавина, утренняя зарядка. Кстати, Мирон всегда после зарядки говорит Спасибо большое, Иван Красавец! Наш утренний смузи, здесь клубника, голубика, апельсин, персик, абрикос и банан. Мы решили повторить вчерашний день и поехать сразу на огород на велосипеде. Запрыгивай! Сегодня такое более интенсивное движение, ну ничего, мы пораньше выехали. Все, выгружаемся, время полдевятого, мы на огороде. Утро, красота! Я сразу переобуваюсь, вот эти тапки оставила на огороде. А Мирон пошел редиску дергать. Вот, говорит, какая крупная. Еще одну нашел? Угу. Я приехала сегодня с целью траву повыдергивать. Такая капуста уже крупная становится. С каждым разом просто вообще удивляюсь. Вот эту вот всю траву надо выдергать. Решила начать с конца. Вот здесь вот у меня растет кукуруза, тоже хочу прополоть. Все, кукурузу я прополола, чистенько все. Вот эту часть тоже боялась полоть, потому что я посадила здесь арбузы и дыню. Три точно взошли, больше не вижу. Надо тоже траву немножко тут пощипать. Арбузики мы тоже пропололи. Вчера я поливала, он со мной бегал, поливал. Сегодня я села полоть, он тоже сидит выдергивает. Немножко подрыхлила вокруг тыквы и огурцов. Вот тут у меня рядок с белой фасолью идет, надо его тоже прополоть. Белая фасоль у меня теперь тоже чистенькая. Мирон свои сорняки отвозит на картошку между рядков. В этой части у меня тоже белая фасоль везде посажена. Хочу почище прополоть, потому что уже почти все взошло, видно где она. Белую фасоль я прополола. Надо будет посмотреть, что с ней дальше делать, как она вообще растет, может быть подвязывать. Скорее всего фасоль обычно подвязывают. Двигаемся дальше. Здесь трава стоит. У меня уже насобиралось почти ведро травы. Я ее сейчас раскидаю под тыкву и под огурцы. Вот эту часть я прополола и на сегодня достаточно. Здесь у меня трава, завтра буду полоть. Я так и планировала до 10 поработать, потому что в 11 мы с Мироном кушаем. Надо еще успеть приготовить и доехать до дома. Она тебе помогла водичку набрать? Я говорю, принеси водички, руки помыть. Он принес. Базилик уже пустил цветочки. Скоро здесь пчелки закружат. Нарвала кучерявый зеленый салатик. Он уже такой красивый, вообще его уже так много. Вот в таком виде, когда ты его потихоньку обрываешь, он вообще не горчит. Вот все листья, что я беру, они не горчат. Классно. А когда они перерастают, во-первых, они все разом созревают, это невозможно их взять и съесть. А вот так вот по листочкам идеально. Нарву еще родичью и красный салат. Я еще ботву свеклы тоже обрываю на салат. Я начинала так скромно срывать салатные листья, теперь у меня даже в руку еле-еле помещаются. Базилик вкусный аромат дает. Зеленый и красный срываю несколько листиков. С петрушкой, кстати, долго ничего не происходило, а сейчас я смотрю, что здесь уже тоже можно что-то сорвать. И лучок, конечно, тоже. Куда же без него? Ну все, мы нарвали. На сегодня хватит. Мы хорошо поработали. Мирончик даже подзагорел, снял футболку. И уже сейчас поедем. Все, мы приехали. Мирон остается в песочнице. Я пойду готовить обед. Первым делом прихожу, мою зелень и убираю в холодильник, чтобы ничего не засохло. Мирон пробежал голодный. Сделал тост с авокадо, да? Тебе морковочку сверху положил. На завтрак у нас полезная тарелка. Быстренько сварила картошку, нут, тост с авокадо и редиской петрушкой, паприка, морковка и салат из свежей зелени. Ура, ты пришел. Ты сегодня лучше выглядишь, чем вчера. Витя пришел с работы, буду его кормить. Картошку обжарила, нут отварила свежий и салат. Кстати, в салат нарезала мелко редиску. Витя не ест редиску нарезать помельче и у него не останется выбора, будет лень ее доставать. Мирон целый день возле дома. Вообще его просто не загнать теперь домой. Пока я купалась, Мирону кроссовочки новые пришли и он их сразу одел. И для меня тоже пришла посылка. Витя с Мироном уже распаковали. Бальзам для волос. Вот этой фирмы я раньше пользовалась. Он просто супер классный по качеству. 90 процентов натуральные компоненты. Действительно, после него волосы просто рассыпаются. И идеально дополняет бальзам, жидкий шелк. По консистенции такой, как масло. Буквально капельку хватает на все волосы нанести на влажные и волосы опять же рассыпаются, очень хорошо запечатываются и становятся такие шелковистые. Шампунь не стала брать, потому что шампунь у меня еще две упаковки есть, тоже натуральный, но другой марки. В следующий раз может быть шампунь еще такой закажу. Мы приехали к Витиновому папе на дачу. Нам надо ее полить. Мы обещали, что мы ее польем сегодня и еще в субботу. Какие красивые розы. Просто какой-то невероятный бутон. Что-то там происходит. Так нежно смотрится. Пионы тоже уже потихоньку отцветают, но все-таки еще есть на что полюбоваться. Мирончик уже прыг-прыг-прыг-прыг. Попрыгунчик наш. Вот Мирончика новые кроссовочки. Классно то, что они на резинке. Он их сам легко одевает. И на ножки очень легкие. Мирончик, конечно же, не отстает. Взял леечку и бегает, тоже поливает. Я стою, свои волосы разглядываю. Не знаю, сфокусируется камера или нет. Они такие живые, живые, гладкие. Действительно, как шелк. Я уже использовала это средство, которое я вам показываю. И волосы прям вообще так приятно их трогать. И они такого классного качества. Вот на солнышке даже блестят. Все цветы просят пить, пить. Прям видно, что листья у них повяли. Ну и солнце сегодня такое 28 градусов. Хотя папа абсолютно все в пятницу полил. Ну вот сегодня вторник и уже очень многие цветы повяли. Не так, чтобы прям сильно. Ну вот, например, видно, что им нужно попить. Витя обрабатывает ядом. Здесь тля на деревья напала. У папы так прикольно. Клубничка растет. Не занимает места, но в то же время урожай клубники будет. И здесь еще клубника с цветами. На заднем дворе здесь мини-огородик, свежая мята, щавель, зеленый лучок. Вот это вроде бы огурчики. Здесь морковка, свекла и зеленый горошек. В теплице помидоры, паприка и огурцы. Все мы все полили. Такие шикарные цветочки разрослись в горшочках. Мирон, грузи свой велик в машину. Мирончик с собой еще щавель набрал в баночку. Мы заехали в норму, хотим черешни. Черешни не было, но уже восьмой час все разобрали. Взяли тофу. Ты домой еще не хочешь, сынок? Уже восьмой час. Мне нравится играть. У нас уже наступило утро следующего дня. Я начинаю опять утро с зарядки, потому что почувствовала, что последние дни тело как будто бы проснулось и стало более гибкое, более выносливое. В общем, очень нравится мне этот эффект, поэтому продолжаю заниматься. Наш первый завтрак клубника, голубика, персик и банан. Мы пошли на огород. Время 8.30. С ветерком? Да. С ветерком! Сегодня так тихо, спокойно. И самое главное, намного прохладнее. Сегодня будет только 23 градуса. Ушла такая жара, но буквально на пару дней. По-хорошему нам надо сегодня полить, но первым делом я хочу сейчас пополоть. Вчера я прополола эту часть. С этой стороны у меня трава. Возьмусь за эту сторону. Вот это, похоже, дыня одна вылезла, потому что вот эти два похожих растений, у них такие интересные листики, это арбузы, а это уже другая. А Мирон говорит, мама, я за эту часть возьмусь. Он здесь траву выдер. И за ту. А, и за ту, хорошо. Мирон бегал за водичкой и пришла проверить, хорошо он закрыл кран. Он, кстати, хорошо все закрыл. И заодно я решила набрать воды. Траву, которую я выдираю, я складываю вот сюда, вот на грядки. Вчера сложила, она уже подсохла. Вот здесь вот кабачки и тыквы обложила. И буду дальше сюда складывать. Вот эту всю часть я прополола сегодня. И, кстати, с этой стороны тоже две грядки зацепила. И здесь все чисто. Уже большая часть огорода у меня прополота. Остается вот эта часть. Ну, здесь уже не так много. В принципе, я быстро как-то так палю. Думаю, что два-три дня и все будет готово. По традиции рвем зелень с собой. Свежий салат приготовим на завтрак. Мирон на огороде сразу раздевается и потом не хочет одеваться. Будешь футболку одевать? Нет. А ботинки? Он сказал, мам, я хочу оставить их здесь. Я свои оставляю, он свои. Ладно, поехали, сынок. Как хорошо, что у нас есть велик. Супер такое путешествие с самого утра. Мирончику кто-то из соседей яблочко оставил на столе. Но когда уходили, его не было. Мирон сразу его кушает, да? Проголодался уже. Обжариваю морковку с луком, добавляю нут у меня из банки, немножко томатной пасты и столовую ложку муки. Добавляю в воду лавровый лист и оставляю тушить под крышкой на медленном огне на 15-20 минут. Все, соус готов. В густоте прям нормально все. Добавим зеленого лучка в конце. Наш завтрак обед. Рис с соусом и с нутом, свежий салатик с редиской и обжаренный тофу. Испекла наш хлебушек на закваске домашний, горячий, только из духовки. Сварю супчик на обед, лук отправляю в кастрюлю, сюда же морковку, картошечку, замоченный на ночь и промытый горох, заливаю водичкой. Можно сразу посолить. Лавровый листик довожу до кипения и варю 40 минут на медленном огне под крышкой. Мирон играл. И мы на город ездили. Мы вышли на улицу. Хотим поехать на огород полить, потому что мы уже два дня не поливали, сейчас как раз самое время вечером, чтобы это сделать. Мирон сразу разулся, он вообще уже обувь не признает летом. Сейчас покажу Вите, как я там все прополола. Ну не все еще, но уже большую часть. Сегодня много желающих поработать на огородике. Уже трава выгорела просто. У нас уже помидоры поперли. И главное, смотри, сразу четыре штуки рядом. Да, вот смотри, раз, два, три, четыре. И главное, на улице. В теплице я не видела еще помидоров. Смотри, помидоры. Вот раз, два, три и там еще четыре. Где, покажи, где ты ее нашел? Потерял? Я нашла, вот он. Мирон, вот этот? Ты этот показывал? Другой? Я полила помидорки в теплице. Весь огород полили, даже картошку. Я тут стояла, просто рассматривала и удивлялась, как выглядела бы капуста, если бы мы за ней не ухаживали. Вот этот огород заброшенный. Смотрите, насколько меньше капуста, да, вот наша, а вот заброшенный огород. Так что отсюда вывод, что как будто бы все старания не зря. Картошку хочешь еще раз побрызгать? Ну да. Я давно ее не брызгал. Ведь я один раз уже брызгал, и сейчас еще раз. На наших огородах с двух сторон стоит такая сетка. Может быть, сейчас против солнца ее не видно, но она вот здесь вот есть с одной и с другой стороны. И в прошлом году фермер, как только мы высадили растение, он очень быстро эту сетку убрал. Из поля начали прибегать зайцы. Я сама лично видела своими глазами такие крупные, большие зайцы. И съедать капусту. Вот эти листья, они были просто все обглоданные. А в этом году они стоят как с картинки. Никто их не подрал, не съел, не слезняки, ничего, никого нет. И растет капуста просто как с картинки. Уже кольраби тоже на подходе. В Германии она очень популярная. Ну, что-то типа редиски. Но вот эта капуста, она не так явно горчит. И я думаю, что, наверное, через недельку мы уже начнем ее есть. Хотя бы две три штучки в салатик я покрошу, съем. Потому что, на самом деле, ценителей у нас даже среди знакомых особо нет этой капусты. Может быть, только если соседей угостить. Но когда мы уедем, угощать будет некому. А потом жалко, что это никому не надо. Вроде бы выращиваешь. С одной стороны, мы и так получаем много удовольствия. То, что мы здесь работаем на городе, дышим свежим воздухом, любуемся. Но все равно потом жалко, если это просто выкидывается. У меня бабушка, наша соседка, дала рассаду помидор. Она с Украины. И она говорит, они такие маленькие, сладкие, вкусные. Мне стало интересно посадить. Вот она мне сегодня принесла. Сейчас я куда-нибудь воткну. Я прям сразу в землю посадила. Не знаю, надеюсь, я не совершила какую-то ошибку. Надеюсь, что приживется. Вроде тепло будет завтра. У меня еще тут в теплице помидоры, которые я в апреле посадила. Куда у меня столько помидор? Теперь не знаю, куда мне от них избавиться. Занимайте места. Время прекрасных закатов. Мы решили сделать доброе дело. Бабушка, соседка, так ей сложно носить воду. И мы хотим сейчас набрать лейки и отнести сразу ей 4 лейки, чтобы она не ходила лишний раз. Бабушка так застеснялась. Говорит, у меня была пару дней температуры, я не могла приезжать на огород. И сейчас, говорит, так потихоньку иду. Но прям действительно видно было, что ей тяжело. Оказывается, она приболела. Ну вот мы и дома. Теперь мыться и спать. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в новом видео. Пока-пока.